Перед зимним сезоном спасатели, полицейские и представители местных исполнительных органов проводят совместные рейды по общежитиям. Первый объект – пятиэтажка по улице Интернациональной. В прошлом году там произошел крупный пожар из-за взрыва газового баллона. Были погибшие и пострадавшие. Здание со временем привели в порядок. Особое внимание жильцов – соблюдению техники безопасности. В комнате Екатерины Горенковой все строго по правилам. На кухне стоит электроплита. Мы только в сентябре купили квартиру и в феврале произошел взрыв. Из-за газовых баллонов все. После взрыва я ходила по соседям и узнавала, что по всех были плитки. Потому что переживаю, у меня ребенок маленький. И у нас сразу была плита, потому что я боялась. Я знаю, что такое газовый баллон. Раньше в частном доме жили. Огнеборцы часто приходят сюда, проводят проверки, жителям разъясняют правила пожарной безопасности. Принято очень много мер по недопущению подобных фактов. И общежития на особом контроле, потому что именно в общежитии они не газифицированные здания. И граждане во многих случаях используют именно газовые баллоны, что запрещено законодательством. Обошли здесь 56 квартир. Пока никаких правонарушений не выявлено. В домах выше двух этажей не допускается использование газового баллона. Инспекция может проводить проверку только в случае поступления жалобы. Нарушение будет наказываться штрафом. В первый раз предусмотрено наказание в размере 7 МРП, а в случае рецидива – до 10-ти месячных расчетных показателей. Такие разъяснительно-профилактические мероприятия проводятся на ежедневной основе. Диана Салихова, Александр Янцен, МТРК.